Не допустить очередной трагедии. Сотрудники МЧС Якутии проверяют газовое оборудование в многоквартирных домах столицы. Напомним, соответствующее поручение регионам глава ведомства Владимир Пучков дал после взрывов бытового газа в Рязани и Тюменской области. В результате этих происшествий погибли три человека. Подробности далее. Здравствуйте. Газовая служба. И пожарный надзор. Эти слова сотрудники газовой службы и госпожнадзора повторяют несколько раз в день. Чтобы избежать несчастных случаев, приходится информировать население, как обслуживать газовое оборудование и избежать утечек. По признаниям специалистов, к сожалению, нарушения встречаются довольно часто. Шланг покрашен, это уже плохо. В таком состоянии шланг сохнет быстро и может треснуть, и будет утечка соответственно. Газопроводам свыше 30 лет нужно обязательно провести техническое диагностирование, так как износ за 30 лет мы не знаем, какой произойдет. Параллельно с жильцами проводится профилактическая работа по мирам безопасности при эксплуатации газовых плит. Надо тоже профилактику самому ввести. Мыльной эмульсией проверяет соединение, места соединения. Поддерживать чистоте и в порядке вот этой комфорта горелки. Если горелки нет, то не разжигать, уши не разжигать. Источниками воспламенения газовоздушной смеси могут стать как открытый огонь, так и электроискра, возникшая при включении или выключении электроприборов. Во избежание отравлений также рекомендуется проверять тягу вентиляции. Если, войдя в помещение, вы не можете избавиться от ущущения запаха газа, не включайте свет, не зажигайте зажигалку или спички. Если вы почувствовали запах газа, перекройте общий вентиль и откройте окна, проверьте помещение, вызовите специалистов газовой службы по телефону 04 или позвоните в ведимую службу спасения по телефону 01. Сами жители с пониманием относятся к подобным мероприятиям. Я все учту, какие были мне пожелания высказаны. Я постараюсь это делать, конечно, следить. И большое вам спасибо. Такие рейды проводятся не реже двух раз в год. В случае же обнаружения неисправности, жители должны сразу же сообщить об этом газовикам. А уже они в кратчайшие сроки устранят проблему, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Виталий Абрамов, Анвакасаха, Якутск.